Всем привет дорогие друзья, с вами дядючка Розе и это Lineage 2 Mobile обновление 6.03.24. Погнали! Что мы видим? Не успела выйти рапира, как ее уже апают. Давайте посмотрим по скиллам. Шквал клинков редкий, расход mp уменьшен, власть рапиры редкий, увеличен объем восстановления хп. Два героических расход mp, парирование стрел, невероятное движение. Это два скилла, один скилл апает другой. Героический легендарный, увеличен урон цели, атакующий персонажа на дальней дистанции. Усиливает способность уклонения от атак, отражает силу летящих персонажа стрел. Уклонение в дальнем бою, с некой вероятностью наносит урон врагу. Также, если мы изучаем умение невероятное движение, эффект активации этого умения улучшается и применяется при использовании умения. Черное перо, кровь ворона. При крит атаке, с некой вероятностью наносит топ урон цели, под действием метки. Темное крыло, легендарное. При успешной атаке, оглушает цель, с определенной вероятностью восстанавливает хп и уменьшает время перезарядки умений классов с рапиры. Так, падающая звезда увеличен шанс оглушения. Расход mp уменьшен до 15 из 20. Ливень перьев. Легендарный. При нанесении урона умением перепад. С определенной вероятностью, накладывает отрицательный эффект, который ослабляет атакующие способности цели. Осознание и компаньон. Легендарное мифическое. Умение пронзания теперь наносит урон целям в области. Мерзание предельная скорость. Легендарный мифический. Умение наносит урон целям в области, при использовании на короткое время увеличивает защитные способности. Дополнительно, с определенной вероятностью, накладывает отрицательный эффект, который уменьшает защитную способность. Добавляет эффект отмены эффектов аномального состояния, ниже легендарного ранга. При возвращении умение мерцания. Изучая умение предельная скорость, оглушение и отрицательный эффект действуют на цель в области. Расход mp уменьшен с 50 до 40. Теперь умение можно использовать автоматически. Однако, функция возвращения работает только при ручном использовании. Запускается храм зе пара, поделены на кластеры. Подбор для храма зе пара меняется каждую неделю. Будет по 8 серверов в 3 группах арены. В зависимости от активности на сервере. Бартс 1 и 2. Эрика 1 и 4. Активнее чем Леона, да, получается, и Зихард вместе взятые. Интересненько они сделали. Группа арены 1, 2, 3. Завершается пылающая долина. Обновлены коллекции временных-временных предметов. Также улучшены возможности настройки графики в меню настройки. В списку настроек качества графики добавлен вариант ультра, который обеспечивает и наилучший, и полный игровой опыт. У меня на средних сейчас стоит 4 окна. Видюха грузится на 40%. ЦП на 25%. 40 FPS. Заходим в настройки. Ультра. И сразу видим, что я ничего не понял. Что-то с FPS у меня беда какая-то. А, это не тянет, наверное, или что? Ну, загрузка видюхи 100%. У меня такое чувство, что они сглаживание убрали, не знаю. Как вам? Пишите ваши комментарии, что у вас за ПК, как у вас тянет, нравится вам ли. Новое обновление, которое апает графику. Также будет писемка, приходить утром и вечером. Зелье развития, древний свиток, пробуждение, золотая настойка леи. Добавляется пропуск. Сезонный пропуск. Куча виталки. Зелье ветра для ускоренного развития 30%. К виталкой зелье ветра. Уму финальная награда. Благосовенная святая вода. Инхаосад. Три штучки. Ну, новичочки будут топить, думаю. У нас охота на монстра. Создать предметы. Уничтожить мировых боссов. Победа над боссами группового подземелья. Кошеча банда. 6 раз. Чистый эликсир. Магический перкамент. Вот такие вот сундучки с реликвией, зелье развития, зелье пробуждения. Позволяет получить случайные предметы из списка. Немножко орденов. Улучшенный кристалл. Способие высшего качества. Опять такой, да, сундучок. Карты класса. Кристаллы души. Такой обычный пропуск. Давайте бонус. Добавляется вот такой вот бонус. Финальная награда. Доступен на 10 уровне и выше. Награда за поручение 100 тысяч виталочки. На 14 дней до 20.03. Так, видим какие-то бумажки, новые записи. Материал необходимый для создания магического камня. Часики. Ордена. Так, в прошлый раз я пропустил от героической до легендарной карты. Финальная награда. И по дням маловастенькое ордено. Можно было бы больше положить. А так вроде неплохой бонус. 10 тысяч очков пробуждения. Добавляется пак за реальную валюту. В котором ордена славы. Карты очищения. Также двухэтапные обычные паки. Если скупаем все 4 пака, нам дают 11 карт. Каждая карта по 11 раз. Если мы скупаем 4 пака. Знак создания мастером. За которым можно создать карты очищения с классами мастером. Или агатионом. Благословенная святая вода. Чистый лексир. Зелье пробуждения. Высшего качества. И расходка. Карты. Вот редкий до легендарной. Одна карта 11 раз. Карты очищения высшего. 4 карты по 11 раз. Отлученный до легендарной. В этот раз настойка очищения. Крой дает баф на 1 час. Увеличивает накопление энергии 25%. Мощность зелий. Бонус опыта. Физзащиту. Статы накидывает. Уменьшает расход энергии. Также за нее можно создать разные предметы. Это как мифический свиток. Точки на оружие, которые не ломают. Дальше у нас книги наследника в определенное время. Скорость магии. Иммунитет ко всему урону. Мифические 2 книги. Одна скорость магии. Другая иммунитет. Потом сопротивление оглушению. Сопротивление удержанию. Полностью восстанавливает здоровье персонажа после восстановления. Это самая первая книга, которую должен брать каждый. Очень крутая. Помогает как в клан мероприятиях. Как вас кто-то убил на споте. Вы сразу можете вернуться к своему обидчику. Если тянете. Но не срабатывает при эфире от Глана. Блокировка оружия 5%. Идем дальше. С оружием. Слитки освещения. Также карты. Карты мастера. Гарантированная карта легендарная. Но шанс крафта только карты 5%. Двухэтапная смена класса. Можно 2 раза сменить класс. Хочу с мага свапнуться ворвать. Потому что в фри игру лучше играть ими на арбом. У меня орб есть. Но предположим. Берем инорин. Берем вот эту. 50 монет. Одна монета. Это 100 алмазов. То бишь только поменять карту. 5000 алмазов. Идем дальше. Всего 200 алмазиков. Видите какое-то фиол оружие дешевое можно использовать в таком плане. Какие-то скиллы поменять оружие тоже очень круто. 7200 алмазов. Также мы захочем сменить скиллы. Ну синие то ладно. Можно и так купить. Но мне интересно сколько один синий скилл будет стоить. То алмазов. Ну можно посмотреть. Да тоже на рынке. Почем скиллы. А может если дороже 100 алмазов. То можно поменять. Примеру. Меняем снежный шторм на правосудие. Отмену там божественную вспышку. Улучшенный орб. Решил оставить замешательство. Просто чтобы было. Так. Замешательство. Восстановление заклинаний на улучшенный орб. Кристалл Инея. Божественная кара. Буря. Три последнее средства. Шквальный удар. Священный свет. Итого. 12к алмазов. Красные скиллы. Переходим к легендарным. Хаос. Мы меняем на злой рок. Небесный щит. Наверное вместо злого рок взял бы молитву. Потому что она была бы не намного полезнее. Вот в таком плане. Итого. 18 тысяч алмазов. Смена карты. Оружия. И смена скиллов. Все вместе 18 тысяч алмазов. Пиши как всегда что я пропустил. Потому что мы играем с тобой в этом месте. Мы делимся друг с другом информацией. Также в ожидании Найт Кроу. Потому что это клон Ла 2 с улучшенной графикой. И самое главное мы там начинаем с нуля. То будет море контента. Море ПВП. Посмотрим как там с оптимизацией. Массовых замесов и вообще. Давай. Ждешь ли ты Найт Кроу. 12 числа старт. Всем до новых встреч. С вами дядюшка Роза.